Странные вещи случаются, да? Внезапно ради микрофона появился. Ну да ладно. Мысли вслух, как говорится. Мысли вслух. По одной простой причине, что мне приходится, естественно, кататься по всему миру, естественно, да и по стране в том числе. Недавно был я в одном месте, хорошее место такое, называется Тюмень, столица деревень. Так вот я обратил внимание, что в этой столице деревень дороги как-то получше, чем в России. В смысле Магнитогорске. Про Россию там понятно. То есть, если мы будем говорить об уровне дорог, ну, в разряде 10 лучших дорог она и находится. По одной простой причине. Что ж в Тюмени было сделано? Ну, пункт номер один. В Тюмени никогда не было трамвая. Пункт номер два. В Тюмени был электротранспорт, в смысле троллейбуса. Пункт номер три. Все это дело убрали из Тюмени и в Тюмени ездят, естественно, автобусы. Могли ли бы мы это сделать? Ну, с учетом того, я просто вам задаю вопрос. Сколько раз вы ездите в трамваях? Вот я задаю вопрос себе лично. Я в трамвае появляюсь, ну, раз, наверное, в пятилетку. В пять лет. Один раз я езжу туда. Вы часто ездите в трамвае? Зачем нам нужен этот транспорт? Я прекрасно понимаю, что когда-то пенсионеры ездили. Но пенсионеры, к сожалению, они тоже стареют. А современные пенсионеры, они ездят только на своих автомобилях. И вот для них вот эти переезды трамвайны – это ушатывание автомобиля по самое «не балуйся». Как бы можно было бы сделать? Представляете, если бы мы целиком убрали трамвайные дела из города. Все это дело изумительным образом бы заасфальтировали. То есть, и это было бы плюсом. По основным магистралям плюс две, а то и три полосы в одном направлении. Круто? А еще как? Круто. А можно было бы еще и весь город развести по этажам. Как это делается в Америке, естественно. Как это делается в Самаре, естественно. Как это делается в Москве, естественно. Как это делается в Санкт-Петербурге, естественно. как это делается в Екатеринбурге, тоже как это делается в Тюмени. Представляете, никаких проблем. Хлоп, и за 7 минут вы с одного конца города приехали в другой. Ребят, для этого нужно умение, прежде всего. И когда я в очередной раз посмотрел на Тюмень, ну да, я думал, что Магнитогорск круче. Нет, уже не круче. По одной простой причине. В Тюмени нету никаких производств по сути событий, поверьте мне. Идеальный вариант воздуха, просто чист. А люди туда едут. Почему они туда едут? Ну потому что это тот же самый опорный край державы. Почему Магнитогорск не может, точнее, Магнитогорск и есть опорный край державы. Почему в этом городе мы не занимаемся, к примеру, производством электромобилей? По сути событий. Ведь в Китае за прошлый год 1 миллион электромобилей сверху пошел. Понимаете, да? Я также залез. Можете сами вбить. Пожалуйста, никаких проблем нет. Алиэкспресс, Made in China, Electric Cars. И посмотрите. То есть нормальные машины в пределах до 6 тысяч долларов, они есть. И легко можно перемещаться и в наших погодных условиях. И не надо мне рассказывать, что вы не можете перемещаться на этих батареях зимой. Никаких проблем. Я летаю на самолетах. Я знаю, как это дело управляется. Я уже 10 лет как летаю. И самое обидное, вот для тех, кто говорит, что на электромобилях вы будете мерзнуть. Поскольку в каждой электромобиле и электросамолете есть регулятор хода, так вот он греется. И вот он будет с самого начала вас разогревать. Поэтому сказки вы мне не рассказывайте. Вам не нужно будет греть машину по 20-30 минут. Просто сели, завели и поехали. И сразу же есть тепло. Понимаете? Другой вариант. Как вы будете в пробке стоять? То есть в пробке вы бензин не тратите, потому что машина просто стоит. Но не это ли наше правило? Тем более, зная, что наш город, вот я, допустим, по городу не более 50 километров в день проезжаю. Для меня 150 километров это практически 4 дня работы. Я могу просто ездить на одном аккумуляторе. И невзирая на то, что это никакой не литий-полимерный, обыкновенный гелевый аккумулятор, который может позволять разряжаться. То есть понятен результат, да? Что мы теряем? Но это уже вопрос не к нам. Это вопрос к тому, кого я больше всего уважаю. Потому что если бы не Виктор Филиппович Рашников, ну город Магнитогорск не был бы таким красивым. Продолжение следует...